Хорошие новости. В норильской сводке по коронавирусу от COVID-19 излечились трое норильчан. Таким образом, в городе сейчас четверо заболевших. На карантине находится 62 человека. А вот по всему краю за сутки умерло двое человек. Красноярск и Вачинске. Так, с начала пандемии в регионе 7 летальных случаев, но и 65 случаев выздоровления. Всего по краю 609 подтвержденных диагнозов. Сейчас наш регион на 23 месте по числу зараженных среди 85 субъектов, в которых выявлен коронавирус. Тем не менее, режим самоизоляции продлили на все майские праздники. Дни с 1 по 11 мая президент Путин объявил нерабочими в четвертом обращении к нации. С 12 числа ограничительные меры в стране начнут снимать. Но постепенно глава государства также поручил правительству разработать очередной пакет мер поддержки бизнеса и россиян. Несколько часов назад стало известно, где в Норильске будут размещать горожан, которые прибыли из районов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, но не имеют возможности изолироваться по месту пребывания. Власти города поручили муниципальной службе спасения организовать обсерватор на 191 кое-ко-место в здании 17-й школы. Это молодежный проезд 7. Сейчас учреждения готовят под обсерватор, проверяют работу электросетей, отопления, водоснабжения. Для всех прибывших сюда людей, которые не имеют возможности самоизолироваться, организуют питание, комплексную прачечную обработку и медицинское наблюдение. Территория здания будет под охраной. Сроки работы обсерватора пока уточняют. А вот некоторые норильчане в связи с коронавирусом пересмотрели свои планы. Отпуск решили провести в городе. Правда, авиабилетами уже закупились в разных авиакомпаниях. В одной норильчанам навстречу пошли. Деньги вернут. А вот со второй сложности получились. Елене и Роману Луценко в этом отпуске пришлось остаться дома. Пандемия нарушила их планы. Больше полутора месяцев назад, как и все норильчане, заранее они приобрели авиабилеты на две разные авиакомпании «Норстар» и «С-7». Планировали лететь из Норильска в Москву, а оттуда в Анапу. Однако из-за введенных ограничений по коронавирусу по всей России пришлось остаться дома. Семья рассказывает, с авиакомпанией «Норстар» проблем не возникло. Там пошли на встречу и уже на днях пообещали вернуть деньги за авиабилеты. Куда сложнее взаимоотношения получились с компанией «С-7». Билеты невозвратные и решили вернуть. И получилось как, что дали нам вот такие вот ваучеры, а деньги не вернули. И ваучеры годны всего лишь один год на поездку и все. А мы, к примеру, в течение года не собираемся ехать. К примеру, в следующей осенью раз такая ситуация. А так они просто сгорают и все. Как разъяснили людям в представительстве авиакомпании, живых денег они не получат. Как быть в такой ситуации, вопрос не праздный. И в свою очередь мы тоже обратились к специалистам за разъяснением. И вот какой ответ дали нам. Если тариф эконом-базовый, и если рейс не отменили, тогда только в виде сертификата с удержанием в тысячу рублей. Если, например, рейс отменен или изменен, тогда можно составить заявку на возврат в виде денежных средств. Вот пока у нее такой тариф, она только может в виде сертификата его вернуть. Либо через юридическую претензию уже как-то обращаться по этому поводу. Писать заказным письмом. Я вам не подскажу, какой исход из этого будет. Но туда можно приложить паспортные данные, маршруты, квитанции, какие-то приказы о запрете. Ну вот что-то такое собрать, да, о карантине. Что касается самого сертификата, он действительно годен 12 месяцев. Продлить срок действия нельзя. Такая информация заявлена на сайте авиакомпании. Если ваучером не воспользуются, то получается, что почти 12 тысяч рублей. Именно во столько обошлись авиабилеты двум пассажирам. Попросту улетят в трубу. Возвраты денежных средств ваучерами, по словам владельца С-7 Владислава Филева, это пока единственная мера. Возможности авиакомпании по возврату сегодня ограничены. Михаил Чернов, Александр Молодцова, Андрей Казак и Геннадий Зверев. Новости северного города. Надо сказать, что в условиях пандемии российские авиаторы оказались в крайне затруднительном положении. Так в интервью изданию «Коммерсант» владелец С-7 Владислав Филев отметил, что авиаотрасль без государственной поддержки понесет убытки. По окончании кризиса, по прогнозам бизнесмена, пассажиропоток упадет вдвое, сократится со 120 миллионов до 60 миллионов пассажиров в год. А это втрое может привести к росту цен на билеты. Так как сейчас авиакомпании летают по ценам, которые отбивают только топливо, аэропортовые услуги и навигацию. Вместе с тем, в среду северному городу в одном из городских авиаагент сообщили о том, что 29 апреля улетел последний прямой рейс «Нордстара» из Норильска в Красноярск. По данным авиакасс, как минимум до конца мая норильчане смогут попасть в краевую столицу только с пересадками. В авиаагентстве также рассказали, что деньги за билеты «Нордстара», купленные на май, норильчане могут вернуть без проблем. В авиакомпании «Нордстар» вообще никаких проблем нет по возврату. То есть есть распоряжение людей, которые купили билеты 1 января по 10 апреля. Они все абсолютно или отблежат обмену, или через колл-центр, или через агентство. То есть мы самостоятельно можем пересаживать пассажиров, кроме субсидированных. «С-7» сегодня за возврат денег мы вернуть не можем. Предлагают только ваучеры. В мае авиакомпания «С-7», она же «Сибирь», предлагает норильчанам летать в Красноярск через Новосибирск. По данным авиакассы, такой перелет будет стоить в зависимости от даты от 20 до 40 тысяч рублей. Хотя если покупать билеты на сайте авиакомпании, то они обойдутся на пару тысяч дешевле. А вот «Нордстар» ранее предлагал билеты на прямой рейс до Красноярска по 11,5 тысяч рублей. Также самолеты главного норильского авиаперевозчика сейчас летают в Минеральные воды, Уфу, Ростов-на-Дону, Воронеж, Белгород, Нижний Новгород. В Москву перелет обойдется от 16 тысяч рублей. А вот что касается отмены прямого рейса до Красноярска, причины такого решения не знают даже в авиакассах. Но поясняют, что авиакомпании такие решения самостоятельно, без распоряжения властей, не принимают. Знаете, вот не понимаю, все равно я вот этой политики, наверное, это может речь на мое мнение. Но вот именно по поводу рейсов на рейс в Красноярск, Красноярск на рейск, ну, наверное, с моей точки зрения, я считаю, что это перебор. Сегодня на этом, конечно, это плюс авиакомпании СТЭВ, которые тут же, они, конечно, в этом плане очень грамотно, они тут же подхватили эту линию. И люди абсолютно спокойны. То есть на сайт любой может зайти, купить билеты, полететь. Чтобы узнать причину отмены прямых рейсов между Норильском и Красноярском, мы отправили запросы в городскую администрацию и офис Нордстара в Красноярске. Ответ обещают дать в ближайшие дни. Как только станут известны подробности, Северный город расскажет их в следующих выпусках. А теперь про нововведения на наземном транспорте. НППАД до середины мая протестирует безналичный расчет оплаты проезда. Теперь в автобусах можно рассчитаться банковскими картами и другими гаджетами. Таким образом, НППАД снижает непосредственный контакт при расчетах, что важно во время особого режима, действующего на территории. Планами на сезон поделились в Норильск-Автодоре. Дорожники рассказали, какие участки дорог в разных точках города, дворы, тротуары и бордюры они намерены отремонтировать. А что озеленить? В ближайшие несколько месяцев запланирован ремонт проезжей части на Толнаска-10, на перекрестке улиц Орженикидзе-Катульского, на улице Озерной Ваганери, участок дороги на трассе Норильска-Лыкель. Общая площадь почти 12,5 тысяч квадратных метров, на общую сумму более 40 миллионов рублей. Планируется ремонт тротуаров и бордюров. В Норильске это улицы Богдана Хмельницкого, Бегичева, Орженикидзе, 50 лет октября и проезд Катульского. В Толнахе приведут в порядок улицы Игарскую, Дудинскую, Несейскую, Рудную, Строителей, Баманскую, Космонавтов. В КРК не шахтерскую и Первомайскую. В этом году четыре двора отремонтируют в центральном районе, 10 в Толнахе. Заключен муниципальный контракт на установку теплого павильона в Толнахе, на озеленение уличной дорожной сети. Это посадка цветов. Сейчас пока на проспекте Ленинском, площадь драмтеатра. И также размещается, готовится аукционная документация на перекрестках Толнахская-Пушкина, Кирово-Советская, Кирово-Павлова и в районе автовокзала на Нансена, 69, Клумба. К некоторым видам работ приступят уже на следующей неделе. По условиям контрактов, все запланированное должно быть готово к концу сентября. Многие норильчане скоро возьмутся за оружие. Сезон охоты на Таймыре стартует 23 мая. На отстрел пернатой дичи охотникам отводят 10 дней. Причем во многих районах края на весеннюю охоту ввели запрет. Он не коснулся только Северо-Енисейского, Туруханского, Эвенкийского, Таймырского районов и Норильска. Ну, охотникам и рыбакам не надо забывать, что добыча добычи рознь. Пять лет тюрьмы грозят двум дудинским рыбакам. На Енисея они выловили больше 120 штук нельмы, ловили рыбу сетями, что по закону запрещено. С поличным браконьеров задержали дудинские полицейские. Эксперты насчитали ущерб в 1 миллион 300 тысяч рублей, нанесенный водным биоресурсом. Незаконным ловом, считают правоохранители, мужчины занимались уже пять месяцев. Героя нашего следующего материала вы не увидите, только услышите. И дело не в том, что он записан по телефону. Наш герой – это кот Трифон. И уже несколько дней он сидит в заперти в квартире Набегичева, 24. Сигнал СОС в редакцию Северного города послали волонтеры инициативной группы «Отзывчивые люди». Вместе с ними пыталась вызволить кота из невольной самоизоляции Александра Молодцова. По словам очевидцев, кот находится в заперти уже несколько дней и никакого доступа в эту квартиру нет. Хозяин на связь не выходит. Вот слышно, как жалобно еще кричит кот. И правда, сколько ему еще предстоит провести вот так в заперти – неизвестно. О том, что кот в заперти, волонтеры узнали от соседей. Позвонила женщина, нашла волонтеров, сказала, что уже более недели кот заперт в квартире, что его гуляющий хозяин потерял ключи. И кот не кормленный, он кричал первые дни сильнее, потом тише. В первую очередь волонтеры отправились кормить бедолагу, а параллельно искали хозяина, что оказалось непросто. Контактов избегал, домой не возвращался. Но по неведомой случайности пришел к своей квартире в то же время, что и наша съемочная группа. Волонтеры сразу выступили с предложениями. Дальнейшее общение по просьбе хозяина квартиры проходило без нашей камеры. Только что мы с ним встретились, собственно. Здесь в подъезде ваше впечатление от общения. Он отказался общаться просто перед камерой, поясню нашим телезрителям. Он то да, то нет. С ним разговариваешь, он сжимает зубы, на тебя готов кинуться. Его боятся соседи. Девушку, живущую в соседней квартире, мы тоже встретили страха. Она, конечно, не показывает, но свои наблюдения о хозяине запертого кота у нее есть. У него образ жизни такой. Я не знаю вообще, зачем он завел домашних животных. У него еще собака. Мы видели его с окна с собакой. До этого у него была другая собака. То есть у него еще и постоянно кто-то из животных? Нет, они постоянно какие-то разные. В день съемки нашей группе везло на встрече, в том числе с подругой хозяина кота. Девушка попыталась объяснить причину такого поведения своего друга. Он ждет ключи, он с материка. Мы знаем, а кот умрет. Я только что через глазок его накормила колбасой. Но не напоили. Ему надо не только пить, его надо прокалывать. Правда, когда волонтеры начали кормить животное, оказалось, что эта самая колбаса попросту застряла в скважине. Самое жуткое в этой ситуации, что хозяин никакой проблемы не видит. Только что, когда прокалывает? Ваш кот сколько есть? Только что он поел, бьет, бьет он у меня из-под крана. Вот экран включенный там. Нет, экран включенный. Капает с водички, он оттуда бьет. Когда закончится вынужденная самоизоляция кота Трифона, неизвестно. Сегодня жильцы вместе с волонтерами несут заявление в полицию. Александра Молодцова, Вячеслав Матвеев, новости северного города. В прислужбу полиции обратились и мы. По словам соседей, участковому есть, что рассказать о хозяине кота Трифона. И, конечно, зададим вопрос о возможности вскрытия дверей. Увидим действие 498-го федерального закона об ответственном прощении с животными на наглядном примере. Время сорвать покров тайны загадок с Сибири и Заполярье. Так считает Сергей Комарицын, кандидат исторических наук, преподаватель московских и красноярских вузов и новый спикер проекта «Обогатительная фабрика». Онлайн-встреча с ученым-историком состоится 2 мая в час дня. Зарегистрироваться на лекцию можно на таймпэде. Сергей Комарицын расскажет, что когда-то в состав Сибири входили Алиутские острова, Аляска и даже Калифорния. До сих пор ученые спорят, где прошло главное сражение русско-турецкой войны в Севастополе или на Камчатке. И что вообще можно называть Сибирью? Не пропустите. Будет интересно. Сибирь. В прошлый раз мы рассказали о ноу-хау, защищающих жизнь и здоровье работников норникеля в рудниках. Сегодня пойдем дальше. Ведь современная умная амуниция нужна и важна везде. Систему позиционирования для рабочих используют не только под землей, но и на поверхности. Допустим, здесь на рейскнике ремонте в цехе по производству интеллиционного оборудования тестируют систему Стрелец. Выглядит она вот так, как обычные наручные часы. Ну, помимо того, что показывает время, что тоже, кстати, очень полезно, имеет еще с десяток очень полезных и важных функций. Внедрение системы Стрелец – инициатива самого норильского ремонта. Это хороший пример того, что отдельные подразделения компании не ждут готовых решений, которые спускали бы сверху, а стараются работать на опережение. Ищут ноу-хау, подходящие для их конкретных условий. Например, в этом цеху размещены датчики. Датчики собирают информацию с наручных устройств каждого работника. Далее через стационарные системы передают данные на центральный пункт управления. Главное, что должно встревожить аппарат – неподвижность человека в результате плохого самочувствия или чрезвычайной ситуации. Если с работником что-то случилось, мы видим на данном приборе тревогу. Это значит, что работник без движения больше 30 секунд. Тогда происходит срабатывание. Мы можем посмотреть, каким образом двигался работник под номером 5. То есть здесь показан маршрут передвижения, где сейчас находится работник. Также мы можем отправить данному работнику сообщение. Сообщение может содержать до 240 символов. Есть срочные шаблоны, когда каждая секунда на счету, тревога, авария, вход работника в опасную зону. Пройдет всего 10 секунд, и нужный работник получит сообщение и выполнит нужную команду. Не случилось, к счастью, ничего. Но если бы случилось, каждый работник моментально получил бы сообщение и мог избежать какой-то опасности или оказать необходимую помощь пострадавшему. Чтобы оперативно самому отправиться туда, либо отправить работников. Ну то есть вдруг человеку плохо стало. Также система нужна для того, чтобы вовремя и быстро собрать работников в случае аварии, пожара. Таким образом сохраняем драгоценные секунды, минуты, чтобы собрать и вывести, эвакуировать весь рабочий персонал. Вы пользуетесь вот этими вот наручными часами? Ну да, конечно. Удобно то, что в любом случае у тебя часы всегда под рукой, смотришь время, шагомеры есть. Можно посмотреть, сколько ты шагов прошел. А так еще, я так понял, что вам иногда приходят сообщения? Да, конечно, сообщения приходят. А они вот пищат или вибриют? Они вибрируют. А, то есть сразу чувствуются? Да, они вибрируют, как бы сообщения приходят, сразу всегда горит, не упустишь этот момент. Так вот, чумно бывает у нас. Ну поэтому, да, собственно, вибрация более предпочитая. Да, да. В полноценном режиме система работает с января. Точность позиционирования до метра. Устойчивость связи по всей территории цеха. Мы произвели обкатку сейчас на этом цеху. А дальше уже будем совершенствовать, масштабировать масштабы всего на рисунке ремонта. Если умные часы, аксессуар в современном мире распространенные, то вот умные куртки или брюки – что-то совсем необычное. Но в Норникеле есть и такое. Виталий Федоров служит в компании «Востоксервис». Специализируется на работе именно с заказами Норникеля. Вместе с цифровой лабораторией ГМК он делает все вещи умными, а значит, более удобными и безопасными. В первую очередь я вам хочу показать приложение, которое разработано также совместно с цифровой лабораторией. Это мобильное приложение, его можно установить на любой телефон. Допустим, даже инженеру промбезопасности, охрану труда. Приложение это выглядит просто. Сейчас я продемонстрирую, как оно работает. Для этого нам понадобится специальный чип. Что это? Устройство какое-то? Да, это специальный пульт, который будет снимать датчик мой цифровой, который у нас сейчас вшит и установлен в одежду. А я буду в качестве специалиста, да? Да, то есть вы можете просто просканировать. Как мы видим, здесь в куртке у нас сразу появился сотрудник. Это я, Федоров Виталий Геннадьевич. Статус куртки в использовании. Есть место хранения, индивидуальный шкафчик на наименование изделия, а также дата выдачи и окончания носки. Давайте теперь, допустим, посмотрим мои брюки. То есть у вас, получается, вся одежда, то есть и брюки, и куртка, они снабжены вот этими чипами, да? Да, специализированы цифровыми чипами. А если я постираю эту одежду в стиральной машинке? Очень хороший вопрос вы задали. А если, допустим, одежда находится в стирке, мы можем ее просканировать, статус изделия окажется в чистке, опять же, будет принадлежность к сотруднику. Как только данное изделие будет возвращено из чистки, да, или из химчистки, из стирки к сотруднику, статус изменится. Также можно организовать информирование о том, что пора ему эту вещь забирать из чистки. Если изделие будет списанным или непригодным к обращению. То есть даже в касках, да? Конечно, полностью. Если изделие непригодно, при сканировании изделия вылезет статус списана, причина списания, что это брак, возможно, порча, различные виды, сотрудник и, соответственно, также дата выдачи и дата охранения. Отсюда видно из этого приложения, что, допустим, на данный момент у нас сотрудник одел каску, которая списана по причине брака, он не может эту каску одеть, а следовательно, охранник труда непосредственно нужно с этим разобраться. А вообще вот в перспективе будут ходить специалисты проверять или есть какой-то вариант поставить, как, допустим, стоит у нас алкотестер, какую-то рамку? Слушайте, ну, сейчас на данном этапе мы рассматриваем несколько вариантов. Самый приближенный у нас к практике это разработать конструкцию наподобие рамок, чтобы в первую очередь это все проводилось массово. Рамки будут стоять, допустим, на входе на предприятие или в цех. Сотрудники будут через него проходить и на пульте оператора будет отображаться весь список средств индивидуальной защиты, где будет отмечено, допустим, то, что нельзя использовать, в чем сотрудник не может зайти или то, что списано. Также мы разрабатываем сейчас новую линейку специализированных устройств пистолетов, которые будут за один раз списывать все сразу же. То есть вы щелкните один раз по мне, у вас на списке появится весь список, да, и красным будет отмечено, что нельзя навевать. Зачем нужна цифровизация спецодежды и средств защиты? А давайте на минутку перенесемся в цеха и рудники. Вспомним реальные условия, в которых работают сотрудники компании. Цела ли каска? Надежно ли на ней крепление? Не износился ли костюм, защищающий человека от капель расплава? В порядке ли обувь, которой в руднике должна быть не страшна сырость и грязь, а в цеху высокая температура? Все это не шутки. А с новыми технологиями не наденешь неподходящее по работе или испорченное. Ни случайно, ни намеренно. Ведь датчик не обманешь. Нельзя будет выдернуть, их нельзя будет уничтожить. Но, соответственно, если их уничтожить с частью изделия, это будет видно. То есть их можно будет вынуть, только останется дырка в том результате, да? Да, конечно же. И в любом случае, когда мы будем считывать это изделие, а сканер ничего не покажет, это тоже есть повод, чтобы рассмотреть это дело. Работник современного горячего цеха или рудника должен быть экипирован не хуже спецназовца. Спецодежда своя для каждых условий. Холод или жара, защита от влаги или защита от пыли. Под спецодеждой обязательное термобелье. Опять же, для холода или жары. Средств индивидуальной защиты тоже полный ассортимент. Есть вполне очевидные, такие как каска и очки. Есть целая линейка средств для защиты органов дыхания. Беруши или наушники от производственного шума. Разные виды перчаток для разных видов работ. И, конечно, обувь. Я вот смотрю, что у вас здесь прямо огромный арсенал обуви. Я считал, что один, два, три вида комплектов. А здесь, получается, у вас, наверное, с десяток. Здесь, скажем так, еще полка не позволяет вместить весь ассортимент, который мы выдаем работникам. Но при этом так же и продолжается испытание. То есть, к примеру, данная модель сейчас на испытании находится модель вверх обуви такой же, а подошва термостойкая, чтобы можно было применять в горячих цехах. А, то есть, здесь термостойкая подошва, но вот так же термостойкая. Здесь полиуретан, да. То есть, сейчас у нас на испытании из нейтрильной резины такая же моделька. То есть, ну, и вверх сделан идентично, заменена именно подошва. Ну, вот, знаете, вот интересно, у вас здесь много вот такой современной, прямо вот невероятно какой-то технологичной обуви и валенки. То есть, вот валенки до сих пор как-то иногда лучше, чем даже самая современная обувь? Скажем так, при длительном нахождении, ну, выполнении работ на улице, пока ни одна обувь не смогла победить валенки. В валенках все же комфортнее именно при длительных работах, когда работник несколько часов находится на улице. Советское производство, вот оно непобедимо. А вот скажите, что это за розовый гламур вот на производстве, вот прямо? Это сандалии также с защитным подноском. То есть, это вот такие женские, да, сразу же женские сандалии, но здесь все равно даже подносок есть, да? Да. То есть, можно было применять на производстве, где нет значительных загрязнений, но защитить именно ногу и спокойно ходить так же, ну, соответственно, как вы видите, вентиляцию, это же комфортнее. Да, и комфортнее, и красиво. Да, и красиво. Для девушек, я смотрю, к девушке, получается, такое даже особое отношение. Вот ботиночки покрасивее, да? О, а вот, кстати, вот очень интересно. Вроде бы обычные туфли, да? Вот такие стандартные офисы. Что они делают вот в такой промышленной обуви у нас? Ну, как вы сказали, да, внешне это очень обычные туфли, но у них также есть жесткий подносок. Ага. Из нейтрильной резины подошва. То есть... До 300 градусов поверхность, пожалуйста. Ботинки офисного вида, выдерживающие температуру втрое выше точки кипения воды, напоминает оборудование Джеймса Бонда, полное сюрпризов от хитроумного инженера Кью. Но здесь это не трюк, а необходимость комфортной и безопасной работы для всех никелевцев. Или вот сами работники попросили сделать так, чтобы респиратор можно было отстегнуть и пристегнуть одним движением. То есть вот вы сейчас в маске, все, нормально ходите, вам позвонили по телефону. Отстегиваем, маска опустилась, и я спокойно разговариваю. А назад как повернем теперь? Ну, очень удобно. Новые технологии и материалы стараются внедрять везде. Например, раньше главной экипировкой плавильщика была куртка из обычного шинельного сукна. Надежная, но тяжелая. Ну, вот это вот вы использовали раньше, а сейчас вот что-то поменялось, появились какие-то, может, новые? Да, после проведенных промышленных тканей на производстве, мы сейчас закупаем костюмы. Также основная ткань – это шинельное сукно, накладки защитные, сделанные из ткани термаль. Они, эти костюмы, намного легче, удобнее. Они чувствуются, они в раз в два, они поезды легче. И капли расплава от ткани термаль, они не прилипают, кабанет отскакивает, и, соответственно, костюм эксплуатируется чуть дольше. Вы заметили, что Евгений Рябцев уже не первый раз говорит – промышленные испытания, продолжается проверка. Так вот, все производство норникеля – это, по сути, еще и огромная тест-лаборатория для лучших образцов промышленной спецодежды и средств защиты. А рабочий – главный критик этой производственной моды. К примеру, мы испытывали, сейчас применяем, также в павильных цехах, соответственно, рукавники из алюминизированной зарамидной ткани. По желанию работников, после первичных испытаний и потом второго этапа испытаний был увеличен размер. Сейчас вот в этом году мы прорабатывали призывки с поставщиком, добавят петельку, чтобы его можно было лучше зафиксировать на плече. То есть, ребята какое-то время работают, потом говорят, а вот хорошо бы было, допустим, чтобы манжет был пошире, потому что давит. Или вот здесь бы было бы здорово сделать петельку. Да, вот допустим, чтобы можно было зафиксировать. А, вот. Ну, кстати, да. Что разработчики готовы идти навстречу всем пожеланиям производственников, логично. Во-первых, это реально делает технологии защиты лучше. А во-вторых, Норникель – та компания, за которую стоит держаться. В 2019 году только за полярный филиал Норникеля затратил на спецодежду и средства индивидуальной защиты около 900 миллионов рублей. Это в среднем 51 тысяча в год на одного работника. Для сравнения, в 2011 году общая сумма расходов была около 400 миллионов и затраты на работника в среднем 18 тысяч в год. Как видим, затраты заметно растут, и дело тут не только в росте цен. Растут требования к защите. Здравствуйте. 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 У меня с спецодежья живут. Да, вы не стали говорить. Денис Павлович. Да, да. На выдачу вас рубашка, костюм, перчатки, сапоги, валенки. Это классическая на сегодня картина. У каждого сотрудника компании есть персональный файл. В нем четко указаны все нормы и сроки выдачи спецодежды. Кому, когда и что надо поменять. Пришел, запросил, специалисты собрали и выдали положенное. Но оказывается, даже здесь возможно внести новизну, экономящую время работников. Представьте, сегодня человеку на складе надо вручную собрать требуемое по списку, внести данные в систему, получить живую подпись от принимающего спецодежду сотрудника. А можно ли это еще больше автоматизировать? Ответ – да. Что это за аппарат и для чего он нужен? Это вейдинговый аппарат для обеспечения сезонных работников. Такие профессии, как крепильщик, бурильщик, шпоров. Собственно, что здесь есть, что здесь можно взять? В данном случае у нас несколько наименований. Это очки, беруши, мыло и перчатки. Два вида перчаток, вибрационный на три месяца и хайтрон на один месяц. И как выглядит сам процесс получения? Как работает аппарат? Необходимо приложить карточку, получить. Все, необходимо отображать. То есть, это то, что мы сейчас можем получить? Да, да. Я так полагаю, что нельзя же каждый день получать очки? Все нормы прописаны в аппарате, поэтому, допустим, очки раз в месяц, перчатки двух видов, я так говорю. Есть вибрационные, которые выдаются на три месяца. Есть перчатки обычные, хайтронные, которые выдаются раз в месяц. Беруши, четыре пары на месяц. А давайте попробуем, может, что-то взять? Конечно. Давайте вот, как, например, очки. Давайте. Очки выбираем, так как у нас их два вида. Получить. Аппарат выбирает нам нужную ячейку. Ячейка загорела зеленым светом. Индикаторно показывает, что можем достать. Здесь загорелось? Да, загорелось. Получили. Закрыли. Все. Данное средство можем использовать. Получается и экономия времени, и удобства для работника. А еще больше автоматизация учета. Уже сегодня можно посмотреть на мобильном устройстве, что осталось в аппарате, какие ячейки уже пустые, что стоит добавить. А представьте множество таких аппаратов, объединенных в единую информационную сеть и сразу передающих данные в личный файл работника. Такие вот умные вещи приходят сегодня в сферу спецодежды и средств защиты. Умные вещи и умные технологии. Продолжение следует... Здравствуйте! Это Сопромат. Продолжаем удаленные трудовые будни и поговорим сегодня о том, во что до конца верить не хотелось и до сих пор не хочется. Итак, добро пожаловать в новый экономический кризис. Этого тоже не хотелось слышать, но вот это теперь официально прозвучало от тех, кто управляет страной. И не где-нибудь прозвучало, а в эфире едва ли не главного федерального телеканала. Нынешний кризис, по словам помощника президента страны Максима Орешкина, уникальный и имеет три ключевых особенности. Первая это синхронность, потому что влияет на все страны сразу. Вторая это быстрота, которую характеризует безработица. Ну и, наконец, третья это глубина кризиса. По оценкам господина Орешкина, снижение мирового ВВП будет глубже, чем в кризис 2008-2009 годов. По сути, нынешний кризис первый со времен Второй мировой войны. В таких же объемах, разумеется. Конец цитаты. Более того, по словам помощника президента страны, российская экономика была подготовлена к подобным испытаниям. Даже кое-какие ресурсы есть, но глубина нынешнего кризиса такова, что оставаться островком стабильности все же не удастся. Пандемия коронавируса, которую должно быть уже впору можно объявлять эпидемией, совпала с еще одним кризисом нефтяным. Ну, или стала его причиной, или, скажем так, сопутствовала его. Обывателю здесь разобраться сложно. Но факт остается фактом. Нет нужды напоминать про дикие скачки нефтяных котировок. Все это можно легко найти в интернете. Более того, ситуация сегодня настолько непредсказуема, что может поменяться в одночасье. Но еще раз, факт остается фактом. Нефть сегодня в прежних объемах мало кому нужна. Если взглянуть на это простым взглядом, то ситуация сегодня выглядит так. Сейчас в мире работает в десятки, а то и сотни раз меньше предприятий, которые потребляют нефть и нефтепродукты. Соответственно, просела вся обеспечивающая цепочка вокруг этих компаний. А коронавирус привел к тому, что большая часть населения развитых стран сидит дома. То есть никто никуда не летает. Следовательно, авиакеросин в ранее потребляемых объемах тоже уже не нужен. А это, в общем-то, колоссальные деньги в масштабах всей планеты. Тяжелейший удар сегодня принимает авиакомпании, чьи самолеты на приколе. А пока самолет стоит на земле, он не зарабатывает, он тратит деньги. Ведь аэропортовое обслуживание, да и просто стоянка, это колоссальные средства. Следовательно, колоссальные же убытки для авиаторов. А многие крупные авиакомпании сегодня убытки считают миллионами евро в сутки. Тяжелейший удар переживает и туристическая отрасль. Никто никуда не летает, никто не работает. Ни рынки, ни отели, ни экскурсионные или туристические бюро. То есть, туристская отрасль трещит по швам. И счастье, если государство поддержит деньгами тех, кто наполняет бюджеты государства туристическими деньгами. И, кстати, еще один штрих к вопросу о нефтянке. Все сидят дома, по сути, работает только сфера грузоперевозок. Следовательно, автомобильный бензин мало кому нужен в прежних объемах. Следовательно, это тянет за собой автопром. Сейчас новый автомобиль скорее воспринимается как объект для инвестиций. Спрос минимальный, и я не удивлюсь, если вообще остался. Все эти отрасли складываются из миллиона мелочей, каждый из которых человек, начиная от тех, кто торгует сувенирами или шариками на пляже, заканчивая сотрудниками крупных транспортных, туристических и прочих компаний, которые по-любому завязаны на потребителя. Поэтому, один из главных показателей кризиса, это безработица. Уже подсчитано, что самые страдающие от коронавируса в стране, в Соединенных Штатах Америки, середины марта за пособиями по безработице уже обратились 26,5 миллиона человек. И это при том, что в целом рабочая сила в США оценивается в 154 миллиона человек. Что касается нас, то число официально зарегистрированных безработных может вырасти почти в 6 раз до 5 миллионов 300 тысяч человек. Такой прогноз публикует известия со ссылкой на Институт социальной политики Высшей Школы Экономики. И таких масштабов официальная безработица у нас может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и, конечно же, увеличения размера пособия. Но авторы экономического доклада предупреждают, что на все денег может не хватить, потому что изначально средства были запланированы на пособия для 2,5 миллионов официальных безработных. В любом случае, сейчас вся надежда на поддержку государства. Так в каждой стране и каждый будет поддерживать свою основу экономики. Это в первую очередь предприятия государственные или предприятия стратегически важные в сфере добычи полезных ископаемых, прочих ресурсов, сельского хозяйства и транспорта. Потому что именно на эти отрасли потом ляжет вся посткризисная нагрузка. Конечно, в любом правительстве и, разумеется, в нашем признают, что больнее всего кризис ударит по малому и среднему бизнесу, что многие предприятия попросту не выживут, став таким образом жертвой коронавирусно-экономического бедствия. С другой стороны, в средствах массовой информации наше правительство не устает декларировать, что главная ценность это люди, что о них будут заботиться всегда до самого последнего момента и что на это всегда будут деньги. Но есть только один главный вопрос. Сколь долгим будет кризис и хватит ли денег? Интересны, конечно, и прогнозы. По разным оценкам российских экспертов, восстановление после кризиса отечественной экономики может занять от одного года до трех лет. И это самый оптимистичный сценарий. А негативный, спросите вы, а вот об этом пока никто не хочет и думать. Такова мировая экономика сегодня. А это был Сабрамат. Удачи вам, здоровья и, конечно, денег. До встречи.